Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зеркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Приветствую всех зрителей, всех подписчиков, всех друзей моего видеоблога. Для начала позвольте мне зачитать одно письмо от зрителя по имени Вадим Рудзевич, который пишет. Если говорить о праве, то после развала СССР все правовые действия властей незаконны, так как основаны на обмане. Возникает вопрос, почему лишаются права остальные граждане, если они были вовлечены в правовые отношения современности незаконно, то есть обманным путем. И в чем их вина? Это говорит о том, что будущее планируется для войны и не более. Все будущие действия незаконны. А люди, те, кто живет хорошо и отрывал себе кусок пирога, всегда будут воевать с теми, у кого этого пирога нет. Ну а патроны, как всегда, будут выдавать и тем, и другим, те, кто печатает деньги. А денег они могут напечатать столько, сколько нужно, чтобы самый честный скуривался. А когда это произойдет, они устроят гиперинфляцию или отменят государство и создадут новые. И так по кругу, пока люди начнут думать и работать на себя и защищать себя. Но они ставят людей такую позу, что некогда об этом думать, так как квитанции приходят быстрее. Вот я все время пытаюсь понять, неужели я как-то недоходчиво что-то говорю. Я ведь специально вам читал Конституцию, СССР. И там написано, что все права и все решения принимают только граждане СССР. То есть, те, кто имеет права граждан СССР, а не кто-то там, откуда-то и где-то, не какая-то власть. Власть это граждане СССР. Вы сами добровольно отказались от власти в пользу бандитов. Кого винить? Ну, тем не менее, я отвечу на этот вопрос. Незнание или нежелание знать не освобождает от ответственности. Ответственность была на всех гражданах СССР. Все делается всегда открыто. Сначала человек голосует на референдуме за сохранение СССР, если вы помните. Но потом этот же самый человек голосует за Ельцина, который этот СССР разваливает. Получает ваучер, идет к вору работать на украденной, у него уже самого завод. Сам начинает красть и так далее. Цель не его деньги. Поймите, у тех, кто держит вас за горло, цель не деньги. Денег у них сколько им надо. А его душа и его право голоса, которые он дарит на избирательном участке, сам не понимая кому и не зная зачем. А все почему? Потому что он считает ложь нормой жизни. И вот уже у него нет ни права, ни голоса, ни души, ни совести, ни чести. Ибо его сын пошел служить в банк-группу под названием полиция. А дочь работает в аппарате администрации. Ловушка сработала на все 100%. Далее. Никогда те, кто шли воевать за пирог, ничего не получали, кроме ран, увечья и забения, если оставались живы. Любые побудительные мотивы воевать подлы и ничтожны. Просто пропаганда сажает человека на круговую ложь, и он идет воевать с такими же, как он, обманутыми несчастными солдатиками. Я это все уже разживал во многих роликах. Простой пример. Германские рабочие идут дружно освобождать советский рабочий народ от жидов и комиссаров. А советские рабочие идут резать германских рабочих, чтобы быстро освободить их от фашистов-империалистов. Чем глупее причина войны, тем яростнее солдаты режут друг друга в ее победоносном уропатриотическом начале. И тем менее охотно делают это в ее безнадежном конце. Вот простой пример манипуляции сознанием через искусство. Смотрите на портрет якобы Сталина по случаю его смерти работы того самого французского художника Пабло Пикассо. Если вы не знаете, я расскажу, что был такой достаточно известный и популярный художник. Популярным он стал брагозер Коммунистической партии Советского Союза. И его картины стали стоить и сегодня стоят сумасшедшие деньги. Который в кавычках продавал свои работы, он продавал за невероятные деньги КПСС. А потом вносил 50% в кассу Компартии Франции. Таким образом происходило финансирование Компартии Франции совершенно, так сказать, легальным путем. Потому что Пикассо был членом Компартии Франции и платил таким образом партийные взносы. Так же, как печатавшийся в СССР, например, сумасшедшими тиражами писатель Луи Арагон. И читать совершенно нечего в его произведениях. Это такая простая моя аксиома. Вторая аксиома войны. Чем моложе боец, тем быстрее он станет экзотирным фанатичным убийцей, если выживет в первых трех боях. Прозревают и все понимают такие фанатики, только после ранения, пленения или после пары лет крови и ненависти в окопах. Знаете, какой вопрос постоянно пожирал ветеранов войны? Я имею ввиду реальных ветеранов, а не убийцы загранотрядов, комендантских рот и таловых крыс, сидевших на довольстве. Так вот, они все страдали одним и тем же вопросом. Я с ними часто сидел за столом, слушал их речи. Даже когда за город ездили на шашлыки, там на маёвке. Все мужики, которые там были, они все прошли войну. Реальную войну прошли. И они вот все время мучились одним страшным вопросом. Хотя, в принципе, они не бедствовали, они имели достаточно хорошую работу, потому что мужчин тогда было мало, мужчины очень ценились. Так вот, у них вопрос был основной. За что мы воевали? Больше всего они ненавидели, яро ненавидели, даже скрипя зубами Сталина, его маршалов, особенно Жукова и Будённого. Самое страшное то, что прошедшее все горнило войны, и прекрасно знают цены московской власти, они продолжали терпеть. Все терпеть продолжали. Я уже говорил, что самый страшный грех по учению Иссы Киевского, Исы сына Киев, мир дома его, это грех терпения. Они терпели даже без многих своих однополчан, побирающихся Христа ради в стране бурно процветающего социализма, который скоро до страны, ведь скоро должна была жить уже при полном коммунизме. Об этом писали во всех учебниках, что в 80-м году в СССР нас вступит в великий, абсолютно светлый и чистый коммунизм. Маленькое отступление. Приношу слово благодарности всем, кто оказал помощь каналу после выхода воскресного ролика. Надеюсь, что все настоящие друзья канала поддержат меня, и это будет слово коллективной благодарности. Имена добровольных поочников внизу в описании под роликом. Там же есть ссылки для тех, кто может и реально желает присоединиться к их небольшому числу. Но продолжаем дальше. Виктор Астафин из книги «Царь рыба» Зачитую, цитирую. Я на войне был, в пепле окопов. Насмотрелся всего и знаю. Ох, как знаю, что она кровь-то человеком делает. Оттого и страшусь, когда люди распоясываются в стрельбе. Пусть даже по зверю, по птице и мимоходом играючи проливают кровь. Не ведают они, что, перестав бояться крови, не почитая ее горячую живую, сами себя незаметно переступают в ту роковую черту, за которой кончается человек, и с дальних наполненных пещерной жутью времен выставляется, и глядит, не моргая, не скалобая, клыкастая бурлок первобытного дикаря. Ну, я читаю эту цитату не потому, что я ее целиком поддерживаю, а потому, что я просто показываю, что люди, которые прошли окопы той войны, они знали цену крови и понимали, что кровь с человеком делает. Я еще прочитаю. Да, кстати, он не учитывает простого, что никакого клыкастого мурлок первобытного дикаря у нас внутри не скрывается. У нас внутри, на самом деле, находится чистая и светлая душа, если человек одухотворенный. А вот если человек превращается в тварь бездушную, то там и сидит то самое мурлок дикаря-каннибала. Но оно сидит внутри, и оно будет разбужено обязательно, потому что там, где была пустота, там, которая раньше была наполнена душой, там сейчас сидит вот именно то самое мурлок дикаря. И еще, цитирую опять-таки Виктора. И вы, полководцы, вам, руководившие, были очень плохие вояки, да и быть оними не могли, ибо находились и воевали в самой бездарной армии со времен сотворения рода человеческого. Та армия, как и нынешняя, вышла из самого подлеющего общества. И это в доказательствах уже не нуждается. Теперь всем известно, кроме вас, конечно, тех, кто, так сказать, гремит на славной победе, что потери наши на войне составляли огромное количество, до 40-50 миллионов. Не вы, не я и не армия победили фашизм, а народ наш многострадальный. Это в его крови утопили фашизм, забросали врага трупами. Только преступники могли так солить своим народом. Только недруги могли так руководить армией во время боевых действий. Только подонки могли держать армию страхи и подозрения. Спасали мы шкуры ублюдков. Больше теперь мы уже не нужны. Я скажу так, что вот Астафьев, который я очень уважал, он человек был, конечно, своеобразный, но он не мог понять, не мог никак понять, что на самом деле это была неплохо организованная армия, это была неплохо организованная война, что действия были одинаковые, как с той и с другой стороны. Основная задача, с которой они прекрасно справлялись, это убить как можно больше здоровых молодых, генетически здоровых молодых мужчин. Именно эта цель ставилась, нанести как можно больше физический ущерб. И прекрасно с этим они справлялись. Астафьев не понимал многое тоже. Я это знаю точно, так как три раза встречался с ним и долго говорил на разные темы. Я тогда еще не знал, что все планирование той бодни, когда я с ним говорил, велось в Берлине, Лондоне, Москве и Пентагоне одновременно. Что четыре генштаба координировали каждый шаг, каждую операцию. Доказательств полно. Я уже озвучил в более ранних роликах, в которых осветил события становления гитлеровской Германии, а также период с 1939 по 1941 год в Европе. Там это все четко показано. Еще одна фраза Виктора Астафьева. Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгильдяйства и беспечности. Тогда в начале 30-х годов сморкнись каждый русский крестьянин в сторону вективок властей и соплями бы смыла всю эту нечисть вместе с наседавшим на народ, обезьяноподобным грузинам и его приспешникам. Он, как и я тогда, еще не знал, что в Кремле сидит, и то не часто сидит. Князь Феликс Юсупов-старший. Я административно управляю всем на самом деле мистера Роман Хаммер и его команды. Как и в Германии, маленький клоун даже пикнуть боялся, когда в кабинет заходил сам Иоганн Шверин, хотя тот и был просто исполнительным директором по территории Германии. Мир лжи построен по принципу матрешки. Сними один слой лжи, и под ним появится второй. И так до конца пустоты, ибо там внутри нет даже призрака, истины. Я сейчас повторяю. Мир лжи построен по пыльцу матрешки. Сними один слой лжи, и под ним появится второй. И так до конца, до пустоты, ибо там внутри нет даже призрака, истины. Ибо, содрав одну оболочку лжи, такие чистейшие сердца людей, как Виктор Петрович, не могли осознать того, что бесполезно сдирать с матрешки живые оболочки, там внутри нет ничего совсем, пустота. Простой пример. Какой смысл обращаться к военным, убеждая их в том, что они приносили присягу народу, а не кремлевской банде? Все дело в том, что на территории СССР не может быть на самом деле никаких армий, кроме армии СССР. Любое военизированное формирование на этой территории, хоть Риге, хоть Вильнюсе, есть вооруженная банда. Какие бы флаги, какие бы формы, они на себя не цепляли. Поэтому любой офицер или боец Росгвардии, любой матрос или пилот, по законам СССР, сегодня есть бандит и преступник. Но и все высшее военное руководство СССР тоже в свое время было только бандой предателей. А по их же праву и вся верхушка власти СССР. Тоже есть банда предателей. Ибо есть конституция, которой они как бы обязаны строго следовать. Смотрели ролик до этого. А им плевать. Ими руководят по свистку группы Армандо Хаммера. То есть на самом деле, как я уже много раз говорил, любая власть преступная подла. И нет хороших и плохих царей и вождей. Просто иногда, в силу личных шкурных интересов и наличия проблеска ума, некоторые вожди и правители пекутся о своем стаде, заботятся о нем и безжалостно ведут селекцию и отбор, пуская под нож больных, лишних, обновляя поголовье и обеспечивая хорошим кормом. Это вот простая вещь, что если в государстве все более-менее нормально и хорошо, и все оно развивается, у людей становится все больше и больше достатков, все лучше питаются, они все лучше работают, производительность труда растет, производительность сельского хозяйства растет. Это вот эпоха Франции, например, времен Шарль-де-Горя. То есть этот правитель, который заботится о своем стаде, ведет, за ним реально смотрит и заботится. Но им, тем, которые выше, это совершенно не надо. Им не нужны такие, как Шарль-де-Горя. Им нужны твари, которые будут гнобить народ как можно быстрее и сильнее. Принятие людьми, самими людьми, стадо и стадо инстинкта – прямой путь к трате искры создателя и гибели духовного в человеческом теле. То есть не они виноваты, не они, понимаете? Они, их задача простая. Пасти эти мирные народы, как они считают стадо, нужно направление. А человек забывает о том, что в нем душа создателя, творца в нем душа. Он забывает про это. Он начинает гоняться за куском хлеба, за поглаживанием по загривку, за цацками, которые ему повесят на грудь. Когда его похлопают по плечу, скажут, молодец, так и надо, продолжай, вперед, давай. И вот уже вместо того, чтобы заниматься творчеством, владеть своим словом, развивать свою душу, человек делает все, что угодно. Он может, он стоит всю жизнь, стоять около станка и ждать, когда же он пойдет на пенсию. И гордится тем, что он вот всю жизнь простоял у станка, вытачивая, например, деталь для орудия убийства. То есть он занимался страшным, черным делом, преступлением, делая деталь для убийства. И гордится этим. А потом идет, ждет, чего он ждет, пенсии ждет, чтобы пять лет больным, измученным стариком, сдохнуть на эту мизерную пенсию. То есть смысл-то жизни у человека, человека, одухотворенного, человека, наделенного душой, смысл жизни совсем не в этом. У него смысл жизни совсем в другом. Развиваться, жить, развивать твое творчество, свое творчество, и жить на своей земле, быть самым у себя хозяином. А не сидеть в конторе, перекладывать с места на место бумажки, считать, что он важным делом занимается. Государственный он чиновник. На самом деле это таракан мелкий, паразит. Он превращается в паразит, потому что там невозможно, работая государственным чиновником, сохранить душу свою. И вот этот слезнят там сидит и считает, что он важный большой начальник, потому что он государственный чиновник. А государственный чиновник Вообще-то назвать человека государственным чиновником Это оскорбление, значит он не человек Это сказать, что ты тварь, паразит Человеческое тело без души и без права голоса И скот условно разумный для всей банды нечисти И с ним можно делать все, что угодно им Они так считают и про принципы они правы Людмил не помню, что всадник по имени Голд Давно седлал коня перед своим рывком Его верные псы под именами Очередь за едой Одного пса зовут продуктовые карточки Грабеж продуктовых складов Нищета уже рвутся с поводков А самый страшный из них Сука по имени Глезаэста Будет спущена с поводка последней Хомяки никогда не покинут гигантские ловушки больших городов Волны оккупантов В них стыдливо называют в этих городах бедными беженцами Которые тоже в конечном итоге обречены на гибель Это просто фантастическое пушечное захоронение То есть они тоже обречены Те, которые живутся в этих городах Любой молодой мужчина Если он считает собой таковым Должен сам себе задать простой вопрос Встать и задать Где земля моя под волей и защитой моей? Где род мой кровный? Где семья моя под властной воле моей и под защитой моей? Где оружие мое? Это не простые вопросы Это не праздные вопросы Нет ответа, нет и мужчин Если он один и не знает, что делать То только он сам в этом и виноват Такие ошибки исправить можно Только забыв о покое и сытом страхе Городского хомяка условно разумного Это аксиомат опять-таки Потому что невозможно быть свободным Вот человек, который считает Что он живет в демократическом свободном обществе Он не просто идиот Он вообще непонятно кто Какое свободное демократическое общество Попробуйте сделать шаг влево или вправо Вот человек повязан такой Повязан по рукам и ногам Он повязан кредитными отношениями Он повязан социальными службами Он повязан своими обязательствами Трудиться, работать Так сказать Обеспечивать себя Платить свои налоги Платить свои ставки по кредитам Оплачивать коммунальные услуги Оплачивать социальные поборы Все, он повязан социальными Как только он начнет реально дергаться сюда или сюда, ему все отключат за пять минут. Все. Моментально. Вот понимаете, человек сегодня, например, где-нибудь там в Берлине, в Мадриде, в Лондоне, неважно где, потерял работу. Потому что, поставим это слово в жирной кавычке, неправильно себя социально ведет. Что с ним происходит? Все, что у него есть, как он считает, что это его, оно моментально становится чужим. У него отчуждают все. Приходят там судебные исполнители, приходят счета, которые оплачивать надо и так далее. Скоро у него не останется ничего. У него не будет ни телефона, ни интернета, ничего вообще. А почему? Потому что он сам всю жизнь занимался не тем, чем надо. И такое большинство. Но из этого-то вылазить когда-нибудь надо, когда-нибудь надо понять. Что это не мы обязаны им, а они сидят у нас на шее и пьют нашу кровь. Что человек свободен не может быть, если он играет по их правилам. Невозможно выиграть у Шулера, играя по его правилам и в его доме. Как он считает. Потому что они пишут государство, это появляется такая, значит, игровая площадка большая, где все играют по правилам, которые они придумали. Но выиграть по правилам, которые придумал Шулер, мошенник никак невозможно. Выигрыша никогда не будет. Вы всегда проиграете в любом варианте. Победа в этом случае совершенно невозможна. Победить нельзя. Когда вы начинаете, так сказать, легальными действиями протестовать, вы принимаете правила игры Шулера. Вы даете ему еще больше возможностей измываться над вами, как угодно. Я уже приводил в прошлом ролике пример, когда люди пошли на первую майскую демонстрацию в 2019 году в Париже. Им показали на самом деле, что во Франции давно нет никакой демократии. Но они же пошли. Они идут играть по правилам. Берут плакаты и идут. Папа, мама и я одна семья, протестуя против однополых браков. Вышла вся Франция на улицу. И что? И что случилось? А ничего не случилось. Как было, так и есть. Потому что они только смеются. Их даже не интересует, что вы там ходите по улице и кричите. Их интересует только сбор урожая. Ваши страдания, ваше мучение, ваш страх, ваш ужас. Вот что их интересует. Ладно. Александр из Нью-Йорка опять написал письмо мне. И оно маленькое, короткое, я просто зачитаю. Нет, одну фразу. А жило немного здания ООН. Флагов нет, на флагштоках никаких. Проходная справа, если смотреть на здание на реку, работает. И там активное движение офисного плантона появилось, в основном женского пола. В левом крыле нижней части здания начался косметический район, ремонт. Мебели внутри, понятно, нет. Снимают старые навесные потолки и все красят в белый цвет. Но это просто видно с улицы, даже вечером. Отвечая ему и всем, решения пока нет. Либо это будет мировой орган власти под эгидой Базеля, где главным будет Министерство мирового захоронения, либо штаб-квартира гениал-губернатора империи по Северной Америке. Есть третий вариант, тоже плохой. Российская империя с сателлитами, мировое, самое продвинутое государство, большого брата, и Латино-Африканский большой союз, то есть три постоянных врага. Постоянная мировая война без задачи победить. Задача победить никогда не ставится в войне. Но все они не учитывают одно большое «но». Не учитывают они одно большое «но», о чем я говорил. Равновесие неизбежно и все они просто орудия труда у палача. О палаче я уже много раз говорил по рождению коллективной воли «носителей и скры создателей». Человека с душой страшно коровит ложь, предательство, подлость, стяжательство, произвол тупой власти, мерзость СМИ и мерзость современной культуры, сатанисть в церкви и жестокость осатаневших фанатиков. Бессмысленность убийства и даже бессмысленность повсеподневольного труда. Именно эти чувства и породили палача. Все мы коллективно отрицали всю эту дрянь. Мы мечтали, чтобы слуги тьмы захлебнулись в крови и слезах своих жертв. Это мы этого хотели. Мы требовали высшего правосудия для всех адептов тьмы. Требовали мы. Внутри себя протестуем и требовали этого. Именно правосудия для всех адептов тьмы и правосудия непродажных судей, которые сидят там в мантиях, не имея никаких документов, или толстых и важных, как брачные глухари на таку попов, которые слышат только себя. Но как можно оценить следующую информацию на афишах театра Маринетты? Фрау, меркнущая из несуществующей страны Алимани, Германии, совершает визит в последний знак в Москву у смешной куклы по имени Крошка Пу в гостях, где они деобсудят всякие разные свои глупости, кукольные с помощью своих кукловодов и чревовешателей. Ей же лично обещали прекрасное почетное место в ящике с хорошей порцией нафталина и количеством просто невероятным аж 15 тысяч тугроевриков в месяц, который скоро не будет. И вот кукла из Германии прибыла и побежала возлагать венки и надежды своих кукловодов везде, где только это возможно. То есть, мы сами создали палача и он сейчас работает и выполняет нашу волю. Они этого не учитывают и не понимают и никогда не поймут. Посольства всех стран Европы мира земля икс перестали от слова совсем издавать документы какие были серьезные на бланках и с печатями и персонал тихо пропадает вместе со своими семьями в неизвестном им самим направлении. Но не всякого сомнения в прекрасное далекое исчезают. Как говорится, как работают так и отдохнут. Тоже от слова совсем отдохнут. Мне вчера написал Виктора Ша об этом он получил вообще уникальный ответ из посольства России. Потом мне рассказали что не могут найти возможность получить ответ многие жители Апеннинского полуострова проживающие в северной Европе. Им тоже отвечают всякие глупости по мылу. Если вы знаете какие-то другие страны которые пока еще издают документы госорганов на бланках из печати установленного образца пишите на почту с копией. Некоторые консульства СССР РФСР России продолжают выдачу паспортов всем их заказавшим ибо все это ни о чем паспортов их напечатали море огромное количество просто писать глупости тут не надо я не публикую документы которые мне присылают в виде ответов но сделать это легко если разрешит владелец например подписчик из Германии разрешил и вот копия отписки из генкольца России в котором я говорил о прошлом ролике в заключении могу сказать что противостояние базы Голдштейна нарастает и может привести к ряду жестких силовых столкновений где кто паны а кто холок вполне себе понятно пришло посьму также от Константина я уже читал его письма вам решил зачитать и это ничего не меняю ничего не комментирую доброй ночи уважаемый Марат решил снова вам написать и хочу поделиться свежими фантазиями из страны у надеюсь оно пригодится статистика сделавших это только растет у войска мне это даже напоминает какое-то убогое соцсоревнование определенных времен каждый командир начальник стремится обогнать свою коллегу в подаче данных и в проценте сделавших эту доходят даже до такого некоторые спрашивают про третий раз и когда будет так как у Европы и Анерики обещают вести а мы типа Европа подожду в начале сентября планируется сбор по этому поводу интересно услышать про подвиги победителей и указания про продолжение массового психоза говорю своим командирам вы же понимаете что нам отдали преступный приказ по этому поводу да отвечают но сначала надо выполнить приказ а потом обжаловать там мне больше делать нечего поэтому фразу честь имею вычеркнули из этой как вы правильно заметили частной вооруженной компании противно душе такое делать и наблюдать продолжается массовая смена руководящего состава в войсках причем как на генеральских должностях так и в звании батальон полкбригады резко такая смена это однозначно неспроста никогда такого не было даже когда началась и шла гражданская стрелялка на востоке страны вот друзья посмотрите на фото завода номер 61 в городе Николаеве какой великий прогресс и перемога в стране просто диву даешься как можно убить завод который строил еще крейсера империи ну в принципе крейсера сегодня не нужны поэтому и заводы соответственно не нужны это нам жалко на самом деле глаштейн роману заводок строящие крейсера совсем совсем не нужны уже все задачи такие связанные с крейсерами и прочими плавотребствами стреляющими они порешали так что в принципе особо следить слезы по поводу кончины военно-промышленных объектов не стоит чем меньше стрелялок и пукалок и пугалок будут делать тем лучше пусть они лучше картинки рисуют самых новейших истребителей пятого поколения и так далее это будет более интересно смотреть по крайней мере это красивые картинки красивые мультяшные съемки что-то куда-то летает какие-то супербомбы показывают хотя на самом деле ничего этого и в помине нет есть несколько макетов на специальные тягачи сверху поналепили красивых жестянок и пока сгорят вот танк ездит и пукает ну понимаете да все ложь как я сказал бесполезно искать правду в матрешке один лжи со скребете тут же появится другой ну ладно читаем дальше письмо Константин встретил одного старого приятеля который поведал мне увлекательную историю он служил в специфических войсках и не выдержал уволился не буду говорить когда это было и где да думаю это не важно приходит он со специфического задания ходил с группой на минус докладывает про выполнение задания и пьяный командир вас спрашивает почему у него в группе нет двухсотых двухсотых убит или хотя бы трехсотых правильно то есть отвечает в смысле все слава богу отлично прошло на что неадекватный пьяный командир продолжает мурчать что командир этой группе портит статистику в зоне проведения спецоперации войска страны У как это прийти задание у тебя хлопчики живы и здоровы хотел молодой набить морду неадекватную но за пьяницу заступился другой офицер его зам и предупредил что сдаст молодого после этого рецидента ребята из этой группы отказались работать и их отправили домой при этом провели служебное исследование и большинство уволилось сам не знаю не понимаю что творится с моими друзьями знакомыми идут делать это не нахожу этому объяснение а их отговорки что устал слушать нытье начальства или я был выпивший не могу до сих пор воспринимать хотя факт уже есть спрашиваю а когда вы были в тяжелых ситуациях в 80-х 90-х вы своих молодых пацанов защищали и не было страха в бою и даже потом перед переодевшимся предателем буро-патриотов а сейчас кто защитит ваше семье да ладно говорят все мы умрем слышу ответ говорю да лучше бы вы их обманули купив справку хотя обман тоже разоблачается но не сдались вот спрашиваю иногда кто виноват тот кто дает взятку или берет отвечаю оба слышу в ответ оправдания одному и другому а слушать не хочу обман ложь это же все звенья одной цепи кстати проверяю интересную информацию что в военный порт Николаева прибыло около 40 больших тяжелых коробочек иностранного производства неделю назад что-то здесь не так готовится к чертовщине это однозначно на военном аэродроме уже тестируются два беспилотника ВС Пурции а возможно их количество равно 10 они где-то весной летали по Николаевской области проводились тестовые полеты а в начале лета их стали запускать на восточные рубежи эти аппараты очень показали себя в прошлогодних действиях на Кавказе где братья как и у нас пересолились по выдаванным и лживым байкам Никола негодяев где-то с августа уже стало меньше грузовых машин с зерном которые идут в порт в среднем стало 75-100 но верениц стоят и ждут выгрузки в порт прочитал одну фразу в интернете при рождении каждый получает душонку а вот душу каждый уже формирует сам еще одно прочитал даже не грусти даже если кажется что происходящее ужасно невыносимо все пройдет зима не вечная льды растают реки восполнятся на последнее время оставляют самых сильных те кто способен вынести все что задумано им жди и будь готов по моему тоже хорошо сказано так же мудро как и ваше наставление заповеди человека в слово мир их неудобно чувствуется естественно наступающее наступление других времен и сейчас задача не оступиться уверен провокации от бездушных будут еще впереди еще и будут я добавлю еще какие будут провокации идет тестирование тестирование даже каждый мой ролик я отыгру этот тест на наличие души и на человечность если человек это принимает и не отвергает значит он имеет право на то чтобы назвать себя человеком душевным это же очень просто понять что если вы принимаете ложь как должное живете во лжи и живете с ложи и чувствуете себя комфортно во лжи то значит соответственно вы свою душу уже обменяли на большую ложку того самого дегтя заканчиваем свое письмо так еще раз выражаю вам Марат огромную благодарность и признать за то что вы делаете голос истины всем вашим друзьям и подписчикам всего доброго и на лучшем быть добру с наилучшим пожеланиями и искренним намерением Константина пс мне очень нравятся ваши стихи я их иногда даже записываю дочитаю благодарю вас за творчество успех вам и нам всем здравомыслящим еще вторая приписка если что-то не так пишите комментируйте на критику я реагирую адекватно некоторые даже поражаются моему холодной кровью и спокойствию считаю что это нормально друзья я благодарю Константина за это письмо были еще интересные письма но все невозможно зачитать в данном ролике потому что время так или иначе ограничено работа отнимает очень много времени не просто так она делается достаточно тяжело как всегда сейчас после окончания этого ролика вы имеете возможность прослушать небольшое стихотворение на этом так сказать я заканчиваю данное провествование скажем так и желаю вам всем прежде всего здравия благополучия и успехов в жизни нашей страшной безвремени силы всем вам и света истины а теперь стихи друзья сегодня я решил прочитать одно стихотворение которое написано тоже достаточно давно стихотворение называется поет скворец из цикла белой гвардии в этом стихотворении я постарался отобразить то что слышал в словах людей которых потом назвали белые мигранты я общался успел застать многих из них в Европе во Франции например в Италии говорил с многими из них и знаю их и видел старых еще мигрантов которые служили и в гвардии российской и казаков увидел которые командовали казачьими полками но речь сейчас не о них это просто стихотворение которое отображает их взгляд на то что происходило в то время и так стихотворение поет скворец и жаждет чернозем зерна чтоб дать в достатке миру хлеба на всей империи безоблачное небо но пахнет только смертью и огнем над колокольней вороны кружат испуганные взрывами шрапнели как куклы старые в измызганных шинелях на черном мертв на черноземе мертвые лежат один язык и родина одна что же мы на ней штыками злобно делим каким богам каким обманом верим ковшами горе осушил до дна нас всех домой с победой не ждут и не сыграет полковой оркестр парадный марш когда в строю всем место и знамя боевое развернут не скажет наш полковник господа мы супостата за кордон прогнали земли родной ни пяти не отдали наш подвиг не забудут никогда так повезло тем кто уже упал на землю что нас всех в добре взрастила что нам дала любовь и честь и силу для них покой и вечный мир настал а мы собрав под сумки у друзей что никогда на жередке строй не встанут пойдем на смерть без пафосных речей надежден что потомки нас помянут помянут и простят нас всех за то что не дошли мы до столицы нашей что там враги в палатах царских пляшут и изверх занял царственное черто они простят возможно мы же нет нам невозможно вывонить прощение ведь наша слабость стала преступлением империи российской гаснет свет я сейчас подчеркиваю это не мой взгляд это взгляд тех людей которые ушли за кордон которые выжили в том месте которое тогда было которые не очень любили вспоминать все это ну вот такое у них было представление о том что происходило во многом что в чем-то они были правы в чем-то заблуждались но это было так благодарю вас всех за внимание до следующих встреч четверг желаю вам всем силы здоровья и блага в это трудное безвремение еще раз благодарю за внимание спасибо спасибо Продолжение следует...